Боли в суставах – это самый распространенный вид хронических болей. Многие карагандинцы старше 18 лет страдают от болевого синдрома, связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата. Поэтому первичную профилактику суставов необходимо проводить с самого раннего возраста. Подробнее расскажет Светлана Фарина. Болезни суставов являются одними из самых распространенных после заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Заболевания суставов могут развиться в любом возрасте, а не только в пожилом, как это принято считать. Они возникают по различным причинам. К их числу относятся нарушения кровообращения, погрешности питания, гиподинамия, иммунные нарушения и изменения гормонального фона. Суставы начинают болеть не только у пожилых, тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, но и у молодых людей. Это всё зависит в первую очередь с нашим неправильным питанием. Это все общие слова, которые все знают о полноценном питании, что было достаточно белков, жиров, умеренное количество углеводов, что было много овощей и фруктов. Все знают, но они думают об этом, что когда-нибудь наши суставы за это будут расплачиваться. За все наши любимые углеводы, конфетки, печеньки и прочие радости жизни, где нам будет не хватать кальция. Чтобы сохранить суставы здоровыми и не допустить развития заболеваний, следует выполнять простые профилактические рекомендации. Нужно следить за осанкой, контролировать вес, принимать витамины, минеральные комплексы, правильно питаться и вести активный образ жизни. Это поможет предупредить такие недуги, как артроз, артрит и остеохондроз. Сейчас, особенно в зимний период, очень ставится вопрос о нехватке витамина Д. Конечно, наш регион очень богат солнцем, но нас на этом солнце нет, потому что мы в основном на работе все. И мы утром приходим, вечером уходим, и нужные 20 минут, чтобы лицо и руки загорали на солнце ежедневно, у нас, к сожалению, не бывает. Поэтому витамин Д мы тоже должны употреблять. По количеству приема витамина Д посоветуйте с вашим участковым врачом, и они вам распишут, какую дозировку вы должны принимать в зимний и летний период. Главный враг суставов – это продолжительные нагрузки, которые вызывают застойные процессы в организме. Даже удобная поза, если не менять ее часами, приводит к тому, что несущие суставы перегружаются и не получают достаточного питания. Естественно, гибкость суставов, в первую очередь, это то, что нам нужно. Поэтому занятия спортом, занятия йогой, занятия на растяжку должны хотя бы 5-10 минут выкравиться в течение дня. Можно обратиться к нашим руководителям организации, чтобы они устраивали маленькие гимнастики для своих работников, чтобы они дольше работали, чтобы наш сустав, наш позвоночник были у нас в порядке. Иначе, конечно, проблемы возникают достаточно быстро уже у молодых, уже у детей, которые сидят сейчас стационно с телефоном в руках, и у взрослых, которые постоянно за компьютером работают. Для профилактики артрита и артроза занимайтесь плаванием, ходьбой, лечебной гимнастикой, не пренебрегайте ездой на велосипеде. И пусть ваши суставы никогда не болят.